В ночь с 18 на 19 января православные верующие отмечают крещение Господне, неотъемлемой традицией которого является купание в проруби. В городе уже завершают оборудование купели. Организацию работ обсудили на еженедельном совещании, которое провел первый заместитель главы Владимир Василенко. Традиционно у самарцев излюбленным местом для купания в крещенскую ночь является городская набережная. В районе полевого спуска оборудуют купель. Будет крещение, где мы официально оборудуем только одно место для купания. Сегодня мы об этом скажем еще и полиции, еще раз подчеркиваю. Везде было организовано, при храмах купели организованы. То же самое здесь, все меры безопасности на территории пройти, проверить. В этом году в областной столице будут работать четыре купелей, три из которых организованы при храмах. В честь Сергия Радонежского на улице Черемшанской, в честь святителя Спиридона Тремифунского на Советской армии и в храме в честь Казанской иконы Божией Матери на улице Коммунистической. В районе полевого спуска совместными силами муниципальных предприятий установили деревянные сходни и железные ограждения. Предварительно на этом участке были проведены замеры толщины льда. Купель организована согласно всем требованиям безопасности, в частности спуска-подъем. Установлены дополнительные места для переодевания, а также пункты обогрева. Около проруби организовано дежурство спасателей и медиков. Специалисты обращают внимание горожан на запрет купания в несанкционированных местах. Будет проведена расценительная работа, а также вывесены аншлаги о запрете купания в несанкционированных купелях. В связи с тем, что данная процедура все-таки при низких температурах зимой не всегда может закончиться благополучно. Администрация города призывает всех жителей быть осторожными, заботиться о собственной безопасности и прислушиваться к своему самочувствию. Александра Гусева, Николай Сидоров. События.